Всем привет! С вами канал AlexDNPro и это второй выпуск Лего Ниндзяго. В этом выпуске вы узнаете о прокаче героев, как создать отличную команду и какой герой лучше всего. Итак, начнем, пожалуй, с обзора нашей команды. На данный момент у меня есть три ниндзи из шести возможных. В чем заключается суть использования этих помощников, этих ниндзи? Значит, есть вот такая вот у нас доска, в которой можно добавить четыре помощника. Четырех из шести ниндзи. Вот четвертая карта откроется в пятнадцатом уровне. Как вы уже видите, у каждого из ниндзи есть своя уникальная стихия. Причем разбивая определенные кристаллы, кристаллы определенной стихии, ниндзи накапливают опыт и повышают свой уровень. Для чего это нужно? Сейчас мы с вами это все увидим. Значит, выбираем, к примеру, вот такой вот уровень. Выбор ниндзя остается прежним. Других у меня все равно сейчас еще нет. Так, смотрим, наш уровень. Я, кстати, немножечко поиздевался над нашим главным героем и добавил ему необычный костюм. Собственно, сейчас можно будет это и посмотреть. Такой вот дед с длинными белыми волосами в розовом костюме ниндзи. Очень-очень опасный дед. Дед сжет. Потому что у него есть огненная стихия. Такой дед реальный зашквар. Так, смотрите, кто здесь у нас. У нас здесь какой-то земляной черт, да? Значит, кто нам нужен? Значит, нам нужен земляной ниндзя. Ага, теперь делаем вот так вот. На, получи. И все. И получили карточку с ниндзи. В первых зонах у вас будет встречаться только одна стихия. То есть, всего шесть стихий. Кто не знает, сообщаю вам. И в первых этих уровнях вам будет попадаться только одна такая вот стихия. То есть, будет босс. Ну, не босс, а будет такой вот большой здоровяк определенной стихии. Будет определенная стихия. Дверь, которую можно открыть. Вот, в общем, как-то так. Поэтому нужно сделать так, чтобы в команде было как можно больше стихий. То есть, всего четыре члена дополнительной команды. И ваш главный герой. Всего получается пять стихий из шести. Так. Сейчас давайте я покажу вам, как использовать укрытие. Значит, прячемся сейчас в кусты. Так. Как сюда пройти? Угу. Что-то не пойму. Как туда попасть, ладненько. Чуть попозже с этим разберемся. А что, все, уже заканчивается уровень, что ли? Ой-ой-ой-ой. Я-то думал, уровень будет шикарнейший. Так. Ну, тогда давайте поговорим еще о том, какое оружие вашему персонажу лучше всего поставить. Ну, собственно, как показала практика, Отличными считаются сюрикены. Такие вот звездочки, да? Ну, тут как бы не сюрикен, это, скорее всего, какой-то другой метательный объект. Так мы его назовем. В чем его особенность? Особенность этого метательного объекта заключается в том, что мы можем наносить урон врагу с расстояния. Так. Ну, сейчас мы его не можем подстрелить. Давайте разобьем кристалл. И в следующем раунде, в следующем уровне я вам это все покажу. Так, результаты. Главный кристалл уничтожен, дополнительные собраны. И цели выполнены. Получили три звезды. Так, такой вот у меня уже есть, поэтому получаем 50 кусочков опыта. Вот эти вот лего гвозди, таких еще называют в некоторых играх про лего, по сути является количеством доработанного опыта. Так, выбор остается прежним. Так, сейчас будем из кустов выпрыгивать. В общем, похулиганим немножечко. Так, 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 так. И, кстати, расскажу вам о том, где брать новых ниндзя. Так, смотрите, значит, в чем фишка этого сюрикена. Надеюсь, они меня заметили. Как же так? Кустов нет. На, видели, да? Как шмальнуто. На, ай-яй-яй-яй. Теперь смотрите, нажимаем на кружочек, хлоп, готов. Отбиваем атаку. Если не попасть по кружочку, по-вразовскому, то мы пропускаем удар. Ну и, соответственно, получаем урон. Так, хлоп. Причем, если вы выставляете оружие дальнего боя, да, как основное, у вас все равно остается... Кто там у нас? Не пойму. А, это, по-моему, вода, да? Да, хлюпает водицей. Так, ну, водицы у меня сейчас с собой нет. Поэтому уничтожить мы этого дружанью, наверное, не сможем. Вот, вот, смотрите. Сейчас мы ему хоть и дадим, по мордасам сильно. А не, уничтожить. Прямо вот как... Вклипали, так вклипали, так сказать. А здесь уже пройти не сможем. Требуется вода. Ну, и эти дурики тоже выскочить не могут. Так. Вообще, удар в спину, то есть удар, который будет нанесен... ...и неприкрытием, очень мощный. Так, кто тут еще есть? Так, тут немножечко есть у нас кристаллов. Так, готово. И сундучок. Ну, в сундучке, скорее всего, будет опыт. Кстати, в сундучках еще выпадают такие большие монеты с квадратным отверстием. Это монеты навыка. То есть определенное количество монет мы можем обменять на повышение нашего навыка, наших характеристик. Ну, понятно, цели не выполнены. Получили только одну звездочку. Так, шарк, армия, англер. Какой-то, короче, управляющий, так сказать. Так. Здесь армия, акул. Шарк, это акула. Армия, это, понятно, армия. Кстати, вот нам предлагают посмотреть, что же мы тут такого нашли. Заходим в дом, где обитают наши ниндзя. Вот они тут все сидят, такие молодцы, да. И вот здесь у нас есть книга с нашими карточками. Как вы видите, я собрал уже все карточки злые, так сказать, вражеские. А вот наших осталось еще три. Ну, надеюсь, скоро я их тоже доберу. Так, ну, давайте еще посмотрим, где же нам достать новых ниндзя. Собственно, вот правый верхний угол под мастером Ву, такая вот карта, есть, вот видите, Нинджага Сити новинка, а есть глава 1. Так вот, в Нинджага Сити, давайте посмотрим, много вот этих вот заданий всяких. Тут можно собирать наши машины, роботов всяких там, драконов. Вот, где шлем нарисован, это дополнительная одежда, дополнительный костюм для нашего героя. Там это может быть шляпа, там разрисовка, может быть лицо, может какое-то попасться уникальное. Так, а вот глава 1, это именно то место, где мы можем найти новых ниндзя. Собственно, давайте, вот Кай видели неподалеку. Так, посмотрим, так ли это или нет. Нажимаем сюда, такс. Ну, он там, наверное, прохлаждаться будет, но сейчас мы все увидим. Так. То есть, вы поняли, да? Заходим в главу 1 и выполняем задание. Кстати, что касается нашего главного героя. Пока еще не получил комментарии, как бы его назвать, какое бы ему имя придумать. Опа, убегаем, убегаем. Так, смотрите. Еще бежим. Так, еще, еще, дальше, дальше. Сейчас он появится, я имею вот так, шкварк. Так, нигде не успел. Ладно, на, получи. Отлично. Хлоп, ловешник. Ну, все. Все потому, что дед занимался секцией каратэ. Так, забегаем сюда и наваливаем. Вы же знаете, что каратэ это именно японское боевое искусство. А, кунг-фу, это... А, сейчас забьют нашего деда, мне кажется. Не такой уж он и крутой оказался. А там нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все-таки ему проломили череп. Как же теперь без деда? Так. А вот кунг-фу, это именно... Ай-яй-яй-яй-яй. Опять стреляют тут еще на этих минах. Можно вот так вот сделать, смотрите. Тогда все дурики сюда сбегутся. Еще один ниндзя погиб. Предлагаю все-таки начать уровень за... Что-то у меня не срослось. Так. Так. Дед мастер каратэ, поэтому он сейчас должен всем навалять. Просто там что-то пошло не так, как хотелось бы. Да, сложный уровень, кстати, еще. Вот до этого уровни были гораздо легче. Так. Сразу, значит, собираем опыт, который... Нужен для нас забодриво. Кто-то разложил. Там нужно было использовать кружинцу. Я все сэкономил. Думал на потом оставить. На, получай. Ай-яй-яй-яй-яй. Заметили меня. Хлоп. Все, готов. Вот так вот. А еще нужно, знаете, что сделать? Вот надо кола разбудить. Ой, кая разбудить. Он тут лежит себе, отдыхает. Я там, главное, парюсь. Из-за него всех уничтожаю. Он тут лежит, отдыхает. После плотненького обеда решил часочек-другой вздремнуть. А ну, вставай давай. Ой, такой потянулся чуть-чуть. Ой, ой. Отлично. Так, ну если все отлично, тогда пойдем со мной. Так, кто же у нас здесь? У нас здесь еще один дурик. А, получай, глади. Хлоп. Готов. Ну, а кстати, насчет кружицу. Почему я не всегда его использую? То есть мне рекомендую, так сказать, слишком часто его использовать, потому как сейчас еще игра, на мой взгляд, не доработана. А именно... А, и убегаем отсюда, такие типа, да? А он не может, да, сюда зайти? Не хотят к нам выбегать. Пока я зайду. Кружицу. Все, вот так вот. На, получай. Видели, да? Звездочка его так шмяк и все. Прыгнули в кусты. Так, никого нет здесь рядом. Теперь вскрываем сундучок. Где-то мало того, что еще этот самый мастер карате, так он еще и знаменитый шнифер. Сундучки, как орешки, щелкает. Хлоп. Так, отлично. А вот теперь самое, наверное, опасное задание. Разминировать все мины. Можно ли это сделать? Да, это можно, это возможно. Ну, собственно, все нам не нужно разминировать, я просто хочу вам показать, что можно это сделать. Для нас достаточно разминировать только некоторые мины. Видели, да? Хай взял и попался. Кстати, насчет гонга. Гонг нужен для того, чтобы привлекать к себе внимание. Когда вы в него бьете, все злодеи, которые есть в округе, сразу же к вам сбегутся. Вот так вот. Так, спускаемся теперь сюда и уничтожаем главный кристалл. И, пожалуй, нужно будет сменить одежку нашему главному герою. А, я один сундучок забыл, да. Внизу был справа. Точно-точно. Так, предлагаю все-таки ему добавить немножечко здоровья. Кстати, очень полезный навык. После того, как вы прокачаете урон, рекомендую прокачивать именно его, так как существует вероятность восстановления здоровья при открытии сундучка. Вот так вот. Ну, как нам поменять, собственно, наш внешний вид и характеристики оружия. Выбор ниндзя. Выбрать ниндзя. Нажимаем. И вот здесь вот, смотрите, в самом низу мы выбираем стихию. То есть, это можно сделать для того, чтобы проходить начальные уровни. Есть, да. Вот всякий снег тут. Вот электричество. А сейчас, на данный момент, у меня нет воды. Вот давайте воду возьмем. Здесь вот оружие. Есть нончаки, коса, меч. Но мне больше всего нравится вот этот вот сюрикен. Так я его буду называть. Цвет давайте мы сделаем какой-нибудь желтенький. А здесь все-таки лицо поменяем на вот такого вот бандоса. Пока нельзя выбрать еще, да. Закрыто. Очкарик. Так. Есть. А без очков. А давайте пусть будет в очках. Вот интеллигентный персонаж. Только прическу тоже нужно будет ему сменить. Так. Такой вариант. О, давайте сейчас вот, смотрите, вот такую вот сейчас сделаем. Такой вот очень интеллигентный. Из очень интеллигентной семьи. Как вы видите. Панк из очень интеллигентной семьи. Вперед. Так. Все выбрать нельзя, не нужно нам делать. Теперь выбираем уровень. Кстати, в этом обзоре я хотел показать вам битву с вот таким вот интереснейшим злодеем. Как вы видели, метка отмечена. Серьезная. Значит, здесь нас будут ждать и готовиться к нашему нападению. Так. Мне же просто самому интересно, кто там может быть. И что с него выпадет, если это возможно. Наверное, опытом насыпят там килограмм. Так. Значит, деревянные сундучки просят нас собрать. Количество двух штук. Так. Оп. На сюда. Ну, что ж такое? Все никак не может там попасть. Шмяки все. Вот так вот точно в яблочко. Забегаем сюда. Смотрим, что у нас. А, смотрите, вот здесь. Да? Такой вот рычаг потайной есть. Думали, я его не замечу. Так. Но нам, наверное, все-таки давайте наверх войдем. Идет какой-то олень сюда. Хлоп. Все. Так олень облупили. А вот теперь есть еще вот такой вот змея, двух змееголовый монстр. Ну, наш главный герой был очень серьезно подготовлен. Поэтому врасплох его не взяли. Так. Вскрываем одну мину. Больше, собственно, нам не нужно. Так. Здесь есть вариант использовать земляную стихию. Такой ниндзя у меня есть. Вот она. Беспрепятственно проникаем на охраняемую зону. Спускаемся дальше. Собрали все, что хотели. Так можно возвращаться. Так, 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 так. Может, нам необходимо будет активировать устройство. Рычаг. Поддержка. Ах, е-е-е-е. Он в дверях встал, поэтому не сработал Dark Spin. Еще и думал, что ж такое должно было сработать. Так. Хлоп. А, да-да-да. Электрическая. Электрическая у нас тоже есть составляющая. Хлоп. Вот получили дополнительное очко опыта на нашего героя. Так. Забегай давай сюда. Хи-ш. Мумичаки. Хи-ш. Вот это сокрушительный урон. Просто там был какой-то невероятный. Так, и так предлагаю использовать нашего панка. Панки в городе. Секретный код. Хэштег панки в городе. Ох, этот тоже тут спал, да, главное? Спит себе спокойно. Я там всех повырубал, а он тут вылеживался. Так, остался еще один сундучок. Где же он может быть? Обычно, конечно, такие сундучки прячут в закрытых уровнях. Но, скорее всего, я где-то что-то пропустил. Так, давайте посмотрим, где это могло быть. Это начало нашего уровня. Так. Идем дальше. Вот. Здесь что? Вот, забегаем наверх. Сейчас тут пусто. И сейчас пойду сундучок в скрыт. Ищем, где же может быть спрятан еще один сундучок. Вот он был. Ах, какой злодейский сундучок. А, это не он был. Перепутал. А, вот наверху, да, 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 точно, точно. Оп, готово. Отлично. Так. Теперь возвращаемся на базу и уничтожаем кристалл. Так. Вот это крутяк, так крутяк. Открываем ворота. И уничтожаем кристалл. На, готово. Отлично. Ух, вот это уровень, так уровень. Пятнадцатый уровень. Открывает нам еще одну карту. Давайте, собственно, посмотрим там. Так, команда наша. Добавить ниндзя. Ставим земель, ну не земель, а вот растения, да, то есть природа. Супер, просто супер. Так, вот наша команда. Крутяк. Вот это да. Так. Ну и, пожалуй, было бы неплохо выполнить еще одну миссию. Вот здесь вот я так ее до конца и не выполнил. Необходимо на три звездочки завершить задание. Так, начаться. Сейчас всех уничтожим с такой-то командой. Кстати, команду очень удобно использовать, когда у вашего героя остается мало здоровья, да, вы переключаетесь и по сути получаете нового минио со свежими силами. Так, кто тут такой разговор чего-то наш отпался. На! Заглючили. И вот в такие моменты необходимо использовать кружитель. Вот. Пока уничтожен кристалл, кстати, уничтожение кристалла уничтожает всех врагов в определенном радиусе. Тоже полезная штука. Как я говорил уже, игра не совсем стабильная. Иногда бывает подвисание. И вот такие вот хитрые ходы нам помогают избавиться от ненужных проблем. Так. Оп. Все, побежали вперед. Так, ага. А здесь, наверное, что-то еще было. Наверное, какие-то сундучки спрятал. Нет? Нет. Нет, сундучков нет. Бабах! Отлично. Вот так вот на посту зазевался, да? Стоял на посту. Клювом щелкал, так еще говорил. И получил за это как сказать бубен. Так. Перевел быстрее, быстрее. Ох. Еле успели до закрытия. Так, вперед. Дальше. А, и вот наш последний тут дружочек отдыхает. Так. Последнего дружанечку мы разбудили. Теперь у нас огромнейшая команда. Хлоп. И последний золотой сундучок. Кстати, с золотых сундучков больше всего выпадает наград. сюда много-много. 57 элементов. Так. Красиво. Отлично. Прям супер. Супер. Цели выполнены. Супер. Так. А ну-ка посмотрим на нашу команду. Все в сборе. Круть. Вообще круть. Так. Ну, что я могу сказать? Было очень-очень круто. Всех уничтожили. Даже сам не ожидал, что так получится. Думал, будет очень тяжело, но мы справились. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ждите новых видео. Обязательно будут. Также у нас есть серии Nexo Knights Рыгцери. Там после обновления вообще игра стала невероятная. Также новые Nexo силы добавились. Но в общем нужно смотреть. Об этом очень много можно рассказывать. Что ж, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Пока-пока. Игорь Негода. Игорь Негода. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...